Если были внимательны, что сегодня было с самого начала, сказано такое слово «сыны и раби». Я думаю, что сегодня не просто так было напомнить это слово, а разница между сыновьями и рабами какая. А я скажу, что если сын любить отца и возлюбил отца, то он будет послушан во всем как раб. И ни в чем не будет сопровняться. Поэтому что раб и что сын нет никакой разницы в послушании и любви к отцу своему. Он будет любить, ему не будет низко идти и поминоваться отцу как раб во всем. Вы посмотрели, сын Божий, он во всем поминовался отцу. Во всем. Но, будучи сыном Божиим, ему не было трудно плевки, насмешки. Не было трудно. Дорогие братья и сестры, если были внимательны сегодня еще на тем, что сегодня читал и брат Вадим. И я так думаю, когда были внимательны, но там и шла параллель о двух мужях или о двух пророках. Илья был муж Божий. Помните? И Елисей был слугою Ильи. И этот муж видел все, что делал Бог через Илью. Он видел силу, он видел власть. И Елисей видел все это. Видите? Здесь стоит такая очень тонкая-тонкая параллель. Я думаю, что просто так никогда не читается слово Божие. Но напоминается о том, что Илья был муж Божий. Я не буду дальше идти, как стал, или когда Илья стал. Я хочу вот эти два момента, или два момента о этих двух людях, двух мужях. И вот здесь Илья, когда уходил, помните, что Елисей сказал? Когда он говорил ему пред уходом, останься, оставь, не иди со мной. Я буду взять от тебя. И что же, Елисей послушал? Жив Господь. Он говорит ему, говоря, Елисею, ты знаешь, что твой Господин будет взять? Молчите, знаю. А кто ему говорил? Молчите, знаю. Сам Илья говорит, останься, не иди. И вот, когда упала милость, он взял ее и бросил. Но прежде чем, что ему сказал Илья? Он сказал, когда буду взять от тебя, если увидишь, проси, что ты хочешь. Я попросил. Сила, которая в тебе, будет на мне вдвойне. Вдвойне. Я слышал, когда рукополагали здесь, даже в нашем штате одного, на служение высшее. И он тоже, там было такое высказано, что сила втройне захотел. Вы знаете, я бы хотел эту силу, чтобы мы имели ту, которую Бог дает. Но человек похожелал вдвойне ту, которую он видел на ком-то. И которую он переживал, и он имел это. Он имел то, что видел Илья, имел эту силу, эту власть. И уже Елисей мог бы смело сказать Илье, та сила, которая в тебе, на мне пусть будет вдвойне. Скажите, что наши дети, что наши внуки, что в церкви могут сказать о нас? О нас. Могут ли сказать, когда подойдет заход солнца, или кончины дни нашей жизни, могут ли наши дети или внуку сказать, отец мой, дедушка мой, бабушка, пусть сила, которая на тебе была, будет на мне вдвойне. Могут ли наши дети это сказать? Ведь это слово Божье сегодня было по-черкнуто не просто так. Здесь немножко глубже стоит вопрос. Сила, которая на тебе, пусть будет на мне вдвойне. Он видел, что-то. И он, когда увидел, когда увидишь, когда я буду взят от тебя, то будет это так. Представьте себе, он не сказал ни дня, ни часа, ни срока. Это насколько надо было Елисею стоять на страже, чтобы не пропустить тот момент. Нам что сказано? Чтобы мы были на страже, когда придет Сын Божий, и чтобы мы могли быть готовы к восхищению. То есть сила, которая на нашем отце, который сказал, он тоже сказал, когда мы слышали сегодня первое деяние апостолов. «Вы примите силу, когда она сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелей». Заметьте, ни в церквах, ни в проповедях, ни в странах, ни в национальностях, ни в деноминациях. «Мне, Господу, Сыну Божьему, не будем свидетелей. То, что мы и раби Его, мы дети Его, мы послушны Ему, мы поверили Слову Его, мы уверили свою жизнь Ему, мы доверили свою жизнь Ему, имени Своя Господня». Вот что значит. Елисей сказал, «Са сила, которая на тебе пусть на мне вдвойне, но Сын Божий нам тоже что-то сказал. Вы примите силу, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Не когда сойдет на вас Дух обиды, Дух гнева, Дух раздражения, Дух страха, Дух отчаяния, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Аллилуйя. Братья и сестры, когда мы принимаем силу, и какая сила в нас? Я однажды слышал такое выражание не так давно, когда в семье верующие сказали, и высказала одна сестра, «Мы не таких обламывали, и обломаем и тебя». Вот сила, тоже сила, мы часто имеем силу, но не Божью. Мы имеем силу от дьявола доказать, мы имеем силу от Вильзавула показать, но Христос сказал, «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». «Какая сила в нас?» «Елисей видел силу в Илье». «Елисей видел силу в Илье». «Елисей видел силу в Илье». «И он сказал, «Которая на тебе, пусть будет на мне вдвойне». «И что же?» «Он сказал, «Если будешь видеть, когда я буду взять, то будет, и что же он увидел?» «И сказал, «Отец мой, отец мой». Он скричал, «Отец мой!» Видите? «Не пророк мой, не учитель мой, отец мой, отец мой». И конница какая? Конница, которую он видел, которая была взят на огненной колеснице, которой пришел ангел Господний, и это послала колесница огненная, на которой был посажен муж Божий Илья, и он вознесен к нему. Лесница огненная, Господняя, на которой был взят. И он взял павшую милость. И что же? И он сказал, «Тот же Бог Ильи, и ударил по ней, ей по воде, и что вода раступилась». Видите? Что делает Бог? Но заметьте, Елисей, мы только что слышали, уже было прочитано, что делал Елисей. Заметьте, куда пошел Елисей? И что делал Елисей? Муж Божий Илья, он был в пещере, это комитет безопасности, и Завелье искал его, чтобы убить его. И когда Господь явился ему и сказал, «Предстань перед их, а он мне скажет, он не сказал, что я боюсь». Он только сказал, «Он ищет убить меня, а ты иди скажи». Мы порой боимся, а что скажут, а что подумают, а что будет, а что этим людям сказать? Бог говорит, «Не бойся, ты иди, предстань». А я скажу, скажи то, что я даю тебе, только, по моему слову, будет дождь. И Бог пришел, явился, и что он смело сказал? «Враг твой, ты и здесь нашел меня». Говорит, «Не я враг, а ты и дом отца твоего». Как смело заявил он царю. «Не я, а ты и дом отца твоего». Представьте, кому это сказал пророк, который искал убить его, но он знал, что за этим словом стоит Бог, и он передает слово от Бога. Я хочу показать то, что Иисус сказал, «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Вот этот Дух Господень, который был на Илье, он не давал бояться, он не давал страху, а как будет, а что будет, а что со мной будет, а что после этого со мной будет, когда скажу это. И Дух Господень, там свобода. И вот здесь Ильисий, который увидел все это, Ильи, он идет, и Бог куда его посылает. Вы слышали? Я не читаю это место, вы слышали? Иди, и я там повелел, в серепте, вдове. муж Божий, и представьте, это человек, который только что расстался с отцом своим, расставание, только расступилась вода, и Бог посылает в серепту и вдове. Видите, просто так сегодня было зачитано, Бог говорит, сегодня проверяй себя. Не просто прослушать, что это такое. А представьте, если бы сегодня этого Вадима Бог послал в серепту и вдове. Первая жена сказала, что, Вадим, ты туда пойдешь в вдове, а что люди скажут? Мы бы так бы сказали. А что люди скажут? Да зачем вдове? Лучше в священника дом. А зачем вдове? А люди еще подумают. А люди как будут судить? Думаете, этого не сказали Елисею? Думаете, Сатана этого не принес Елисею? Но если Елисей сказал, Дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне. И там, когда Вадим читал это слово, и там я читаю этот стих в 4 главе, это 9 стих, и сказала она мужу своему, будьте внимательны, я знаю, что человек Божий, там не было рекламы, как сегодня у нас, что приезжают такие-то братья, и оттуда будет такое-то служение, и рационные, будут такие чудеса, такие знамения, такие исцеления, такие освобожения, это все обман, дьявольский обман. Ни Христос, ни до Христа, ни вовремя жизни Христа, ни после Христа, нигде не было этого, только в наше время обольстители вошли, и это делают. но там Бога нет, на них той силы нет, той помазания нет, я ничего не могу делать, это только обман. И она говорит, человек Божий, который проходит мимо нас, мимо нас постоянно, а мы часто говорим, постоянно святой, нет, мимо нас проходит постоянно, кома, святой, не постоянно святой, а святой, знаметьте, святой, мимо нас проходит постоянно, святой, сделаем небольшую горницу, и помните, только не читаю, вы слышали, что был сын, и что же, он сказал, что мне сделать тебе? Она встала перед ним и сказала ему, скажи ей, вот ты так заботился, она, что делать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царом или ты военачальником? Она сказала, нет, стради своего народа, нет, стради своего народа я живу, и сказал он, что же сделать ей? И сказал Геезий, да вот сына нет у нее, а муж ее стар, вы слышали? Позови ее, позвал, и он спросил у нее. Она встала в дверях и сказала вам, через год в это самое время ты будешь держать в руках сына. И вы слышали, что когда Вадим читал, то она, когда пришла к Елисею, сказала, я что просила? Видите? Она не просила. А вы внимательно будьте, когда слышите, когда читает слово Божие. И думает, что просто так выдумал Елисей, просто так высказался, так хотелось ему сказать, вот я тебе что-то сейчас покажу, что я, вот я Елисей, чудо ему. нет. Бог оставил на страницах Священного Писания этот пример для меня, для тебя. Сила Божия, власть Божия, помазание Божие, вера в Бога и ответ от Бога. И проверка после ответа моей веры на крепость. Бог сказал, Бог дал, через год будет. И родился сын, и не прошло много времени, и этот сын умирает. Вот Бог показывает, какие мне люди, я в тебя не просила. Зачем мне вот это, дурими словами, а зачем мне вот это еще эти слезы, переживания, ну не имела, я не имела. Ну а теперь что, Бог просто дал подразнить? Бог показывает, какие мне люди, как мы часто огорчаем Бога, что не по-нашему, не так, как мы хотим, мы не так в моей жизни, вот не так устройство идет, вот не такое благословение, как я и понимаю, вот не так мне Бог благословит, как вот соседа рядом, в этом же я говорю, я живу в своей стране, она сказала, я живу среди своего народа, я ни в чем не нуждаюсь, мне все не надо, продатайство перед царем, не надо, я ничего не просила, ты сказал, будет тебя сын. Зачем? Чтобы сегодня не плакать? И заметьте, Бог показывает две стороны, Елисей ходил с Ильей, и очень наблюдательный был, а вот в Елисея есть такой же самый, слуха, которым был Елисей в Илье, а в него герезий. И он, думаете, просто так сказал, ты возьми и иди там, положи жест, мой посох, его на лицо. Это тонко учился в Илье, это тонко фиксировал и наблюдал, как делал Илья. И вот Елисей, и Бог хотел, что вместо Елисея, как вместо Ильи остался Елисей, то вместо Елисей остался Геезий. И Бог проводит параллел, показывает. Эту школу проходит Геезий, эту школу проходит он и смотрит, что делает Бог. И что же он пришел и говорит, я положил, но ничего нету. А чего ты не молился? Видите, какой был невнимательный Геезий. Все, вот как сегодня. Самые богатые мы, это дымы, цари, священники, так написано. Нам мы банкиры должны быть, сами богатые люди, сами счастливые люди, сами сильные люди. Все наше, все нам, и все во всем нам подчиниться нужно, потому мы царство на священство, народ, святые люди, взятые удел, берут это место. Но забывает то, что мы должны быть Его детьми, быть волей Его, и забывает то, что написано, ваш путь узок и термиз, и многими скорбями надо жить в Детцанстве. Аминь. Хватает мусора, родного. И вот Геезий, он наблюдал только за то, он, смотрите, какая его была, что бог за чудеса, чудеса делал. Вот сейчас я брошу жест на этот посух, и он встанет. О, Геезий, такой, как Елисей, немало, не сумел, и он сейчас думал, выбежит, скажет с этим сыном, вот он, держа за руку. А Бог показывает сегодня для меня, не так, не так, бог видит сердце. Бог видит сердце. Если ты идешь молиться для того, чтобы твое имя было поднято, то твой имя будет поднят, твое имя знали везде. я не сделаю этого. И бог видел еще больше, не что больше, что Геезий любил славу, любил подарки, любил плату. Чего не любил Илья, чего не брал и Геезий, то есть и Елисей. А откуда ты, Геезий, взял это? Вот Бог показывает, показывает. Сколько сегодня, я вспоминаю один такой детский рассказ. Где-то у меня детский этот есть, я его часто детям, когда включал, я сам слышал, не один раз я его включал прослушать, но это было давно. И вот я помню такой момент, что когда умер отец, и остались мать и детки. Не помню, сколько деток там было, но не одно, двое, трое, или больше не помню. Но знаешь, что там был один мальчик. И вот когда мать, эта вдова, и жили у квартиры, их с одной квартиры, потом в другой квартире, когда они жили, их не было чем платить, и не было чем топить, и не было чего кушать. И она решила пойти продать свои вещи, что было последнее, купить ведро угля, картошки и печенья, и с детьми покушать, затопить один раз и умереть. Все. Закончили страдания и моей, и детей. Но этот мальчик, который ходил в служение, и он слышал, когда пасты говорил, вы можете писать письмо Богу, вы можете говорить ему, вы можете написать ему свою жалобу, свою нужду, рассказать, и он исполнить. И он написал это письмо, написал в этом письме эту нужду, Боже, папе нет, он умер. Боже, ты видишь, у нас мама, и она болеет, и она не может идти работать, она потеряла работу, у нас нечем жить, не нужно жить, последнее, мы продали сегодня. И когда они шли с этого, так сказать, покупки, он забежал в церковь, и там стоял, так как у нас, ящик, и он, пастырь, говорил письмо, бросайте Богу, для писем. И он бросил это письмо туда. И в этот же день, пастырь зашел в церковь, перед вечерним служением, и, например, повидел письмо Богу. И от кого? Он заплакал, скрыл это письмо, прочитал это письмо и сказал Богу. И перед началом служения он прочитал всем церкви это письмо и сказал это письмо к Богу. Кто слышит голос Божий? Кто может согретно кормить, напитать? Это член нашей церкви, мы не видели, мы не обратили внимания, вот такая наша любовь, мы не проявили заботы. И он посылает туда, в этот дом, куда идет служение, туда. И, по-моему, он сам даже пастырь пошел еще туда. Когда это письмо они получили, пошли туда. И там уже умирала эта семья. И они, как сказать, она уголь бросила, этот уголь, и чад этого угля. Все знаете, кто все уложил, когда закрыт демоход, этот угольный угар, и люди умирают. Получилось так, что они учадили, и они уже были в сознании этого. Но в этот момент пришли, а этот мальчик все просил маму, и все говорил маме, мама, мама, придет в помощь, я Богу письмо написал, он придет, ведь ты же слышала, что пастырь говорит, что это письмо, Бог, когда пишет, он обязательно не опоздает с ответом, он не опоздает. И когда мать говорила, это имя, что делать, он говорит, мама, подожди, еще не делай всего этого, мы подождем, письмо, на письмо придет ответ. Он умал веру. А мать сказала, что нет, в этой вере не было. И вы знаете, когда пришли в дом, и пришел этот пастырь, пришли эти люди, и он сказал письмо от Бога. Ответ от Бога. То есть он верил, и Бог сделал, и Бог спас семью. И Бог спас всю семью по вере этого мальчика, который написал это письмо Богу. А мы взрослые, нам написать письмо Богу, да мы даже боимся нам, ну нам стыдно даже молитвы на задание возвысить голос, сказать Богу правду, что мы погибаем, мы не верим. Мы заключали завет в одно крещение, но мы не верим. Нам проповеди не нравятся, а нам откровения не нравятся, нам обречения не нравятся. Мы эгоисты. Вы знаете, кто мы есть? Я зачитаю. Кто не верит, кто не верит в это, в силу Святого Духа и в ангелов, это саддукеи. Мы саддукеи. Мы не верим. Мы верим в себя. Мы верим в свои понятия. Мы верим в свой разум. Гениальный не от Бога. Вот что мы верим. Так не может быть. Так не может быть. Так не может все произойти. Мой разум такого не умещает. И вот Геезий верил в другое. И знаете, он мог. Бог проверял его и готовил его. Экзамен делал ему. на испытание, на веру, на крепость, на силу, на молитву. И вот почему тот юноша или тот мальчик не воскрес. «Бо там не было того, что было в Елисея, что было в Илии. Там было другое. И пренеброшло много времени. После этого он видел, как этот мальчик встал по молитве его господина, его отца, его учителя. Он встал. И что же после этого, когда к этому самому Елисею пришел Ниаман? Помните? Это просто после этого. И что он догоняет этого воина и говорит, слушай, подарки. Догнал, попросил его подарки. Взял. И что ему сказал? Не горело ли сердце? Почему? Где ты был? Где ты был? Да там. Он правду не сказал. И догнал. И он говорит, зачем ты взял? Зачем ты взял? Проказа на тебе. И не отойдет. Ниаманова на тебе. И не отойдет. И он стал белый. Помните? А ему была возможность точно как Елисею после Ильи. Нам, тебе и мне есть возможность быть у белого престола. Потому что он сказал, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетели. Чьими сегодня свидетели? Неверия, страха, обиды. Вот чьими свидетели? Белизавула. Но не Божий. Не Божий. Мы сегодня не свидетели Его. Мы сегодня не можем прощать, мы не можем любить, мы не можем сострадать, мы не можем умоляться, мы не можем. И сегодня Господь показал это местописание. Я не думал, я сегодня думал продолжать тему о ангелах, но Господь сказал, именно в этот момент затронуть сегодня о Елисее, о Ильи, о Геезии не просто так. Что мы видим сегодня? Какую силу мы имеем сегодня? Какую силу? Какое помазание на нас сегодня? Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. На нас сошел Дух Святой. Мы говорим на языках. Братья и сестры, какая сила на нас? Какая сила на мне? Какая любовь на мне Божья? Как мы любим. О, сегодня так ты должен проповедовать никого не ранить, никого не задеть, никого, Боже упаси, потому что мы же люди. С нами нельзя так поступать, с нами нельзя так разговаривать, нас нельзя так трогать. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетели ни за кафедрою, ни в странах, ни в церквах, ни в республиках, ни в штатах. Мне свидетели в своем доме, в своей семье, в церкви. Вы будете мне свидетели, что вы мои сыновья и дочеря, которые исполнены силой Святого Духа, вы движимы, вы водимы Духом Божьим. Каким Духом? Мы водимы и движимы. Ведь это слово было сказано самим Господом для нас, для меня, для тебя. Почему сегодня мы не можем месить? Почему нам нужны особые подходы? Один из братьев недавно на днях один служитель сказал, я уже не знаю, как проповедовать. Я не знаю, как говорить с народом. Такие обидчивые, такие принципиальные, не боже упаси, что сказать, ты же знаешь, на тебя могут суд подать. Ты обидел, ты задел эту свободу. Люди, чего мы ходим? Чего мы ходим? Кому отдали служить Богу свое сердце? Какому Богу? Какому? Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне? Вот стоит вопрос. Ошибается много, трактует неправильно, что-то в других странах, Мексика, Индия, Африка, Китай проповедовать. Нет, вы будете мне, свидетели, что вы верны мне, верны Слову моему, верны обетованиям моим, вы воле моей, воде моей, любви моей, силы моей, помазания моей и движимы Духом Святым. Аминь. Вы примите силу, когда зовет на вас Дух Святой. И тогда мы будем делать то, что скажет Бог, и как хочет Бог. Если бы Илья был в своей воле, Бог бы не делал, Бог бы не отвечал на ту молитву, когда облил жертву водою. и он сказал, там короткая молитва, но он звал Богу и огонь сошел с неба. И эта жертва была принята. Помните? По молитве, если бы он был в воле своей и делал принципиально своей принципи, как он хотел, Бог бы не ответил и огонь не сошел бы с неба. Если бы Христос был в воле своей, то ты и я мне и спаси. Но слава Господу, что он сказал, пришел исполнить волю твою очи. Не свою, а твою. Я бы хотел, чтобы сегодня мы остановились над этим местом Священного Писания. Я бы хотел, чтобы мы задумались на то, что было прочитано нам сегодня. Почему нас сегодня, когда мы приходим сюда, эта женщина смотрит, вы не думаете, что это просто так, как история написанного женщины, которая предъявила как обвинение или претензию, или сейю. Я что, просила? А он теперь мертв. А он теперь мертв. Для чего это? Для чего? Я слышал, если вы не слышали, я слышал такие моменты, когда люди говорили, а мы пришли к Богу для того, чтобы он сегодня над нами издевался, как над подопитными кроликами. Я слышал это выражение не один раз. А для чего вы пришли в церковь? Ну, мы пришли, что так, как говорили, придите к Богу, отдайте свою жизнь, вам прекрасная жизнь, на ваши нужды будет отвечать Бог, на ваши молитвы будет отвечать Бог, что попросит он дать вам. Так написано, что желание боящих исполняет. Да, желание боящихся Бога он исполняет. Желание, знаете, но мы думаем, о, мое желание, а он его не исполняет. А, Аббас, а ты проверь себя, ты ходишь в том, что сказал Бог, желание боящихся его, не от страха бояться Бога, а из-за любви бояться обидеть его, огорчить его поступком, разговором, поведением, жизнью. Вот что такое боящийся он исполняет желание, что он боится нарушить волю его, оступиться от воли его, огорчить его, и он таковых боящихся исполняет желание. Но когда мы в своей воле, когда мы в своем убежении, я так понимаю, я так хочу, вот так что было. Дорогие мои, мы часто тираем, часто тираем, и Бог сказал, обрати на это внимание, Элисей мог видеть Ильи и сказать, Отец Мой, Отец Мой, и видеть колесницу огненную. Скажите, сколько сегодня людей, братьев, сестер, уходят с этой жизни, оставляя эту землю, что видят ихние дети, внуки, и могу сказать, Отец Мой, Мама Моя, я вижу огненную колесницу, сколько таковых, которые могут детям сказать, Папа, Мама, пусть это молитва, это сила, которая была на тебе дух молитвы, дух помазания, этой веры живой, пусть будет на мне, хотя бы такое, вы слышали такое? Я слышал очень мам, что говорили, это был молитвенник, это была молитвенница, и по этих молитвах по сей день Бог отвечает, Бог отвечает, я часто вспоминаю и буду вспоминать, доколе буду жить свою бабушку, это была молитвенница, и она мне сказала, когда я уже ей говорил, что ты молишься, молишься за детей своих, за внуков своих, они далеки от Бога, она сказала, сынок, я уйду с этой жизни, но ты будешь видеть, и Бог мне сказал, что ты будешь видеть ответ на мои молитвы, что не только мои дети придут, но мои внуки будут служить Богу, я сказал, не только внуки и правнуки, они служат Богу, эта молитва услышана, эта молитва принята, и эту молитву после жизни, идет ответ, вот они те, которым Елисей говорил, отец мой, мать моя, бабушка моя, я вижу, я вижу, что после моей жизни могу сказать не мои дети и мои внуки, могу сказать, что это папа был молитвенник, мама была молитвенница, на нем, на ней я видел эту силу, эту любовь, это помазание, этот мир, это единство, это терпение, это долгое терпение, это умоление, могу тебе сказать, Господи, дай мне эту любви, это умоление, как у моей мамы или моего папи, могу так сказать, могу так подражать, могу это получить, братья и сестры, это пропа, это местописание, это пророчество для меня первого, это Бог проговорил сегодня моему сердцу, что скажут про тебя твои дети в окончании дни жизни, скажут ли так, как кредесей проявил или скажут слава Богу, наконец-таки избавились, если такие, слава Богу, что уже Бог развязал наши руки, слава Богу, как бы хотелось, чтобы сегодня мы сказали Богами, я бы хотел, чтобы я и дом мой служили Господу, я сказал, когда братья говорили, я сказал, Господи, что ты хочешь этим для меня, я хочу, чтобы ты сказал не только себе и на народу, что я хочу, чтобы после окончания дней вашей жизни могли ваши дети и внуки сказать, Господи, пусть сила, которая была на дедушке, на отце, будет на мне вдвойне, сила веры, сила молитвы, сила помазания Божия, веры Божьей, действия Божьего на папе, на маме, на бабушке, могу ли так сказать? Или что-то другое могу сказать о нас наши дети и наши внуки? Что-то другое могу сказать о нас, дорогие наши? Давайте задумаемся, что о нас скажут наши дети? Задумайтесь, что скажут? Я не думаю, что может быть еще мне далеко до 90? Бог не смотрит, Бог не смотрит, Бог не спрашивает, может мой закат быть сегодня? И что скажут? А что я скажу пред Богом? Он скажет, вы примите силу, ты слышал? Я сказал, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелем. Сколько дней в жизни ты был мне свидетелем, что ты мне служишь, не веришь, моей воле, моем послушании, моем повозании в силе Святого Духа? Сколько было у тебя за этих 58 дней, которые ты был в этом деле? В этом деле? Сколько было так? Я помню, когда один только год, и он пристал передо мной, один только год моей жизни, я увидел его, как я жил, как я молился, как я проповедовал, как время напрасно проводил, как в суете проводил, как в беспечности, как не было когда почитать, помолиться, как это все было, было, и стыдно, но слава Богу, что еще и шанс возьму, а там уже покаяния нет, там уже покаяния нет, здесь покаяние, вот сегодня это проповедь, эти проповеди были сегодня для моего и твоего сердца, что ты оставляешь после себя, что могут ли взять эту милость оставшуюся, милость оставшуюся, могут ли взять, могут ли сказать, Бог тот самый, который был на Илье, тот, который был на моем дедушке, на моей бабушке, тот самый, дух все твои, помазания, дух молитвы, дух веры, дух любви, дух умоления, тот самый, дорогие братья и сестры, я хочу склонить наши колени и скажить Ему правду. Аминь.